Жил-был парень, очень молодой, с женою очень старой. Звала парнишку она Кот, а он её Кошарый. Или так начнём. Привет, друзья! Вы смотрите мой культурно-познавательный тревел-канал. Жил старый дед с девахой-проводницей. Звала она его Козёл, а он её Блудницей. Я очень люблю путешествовать, и в этом мне помогает мой велосипед. Начнём вот эдак. Жил Мартын с другим, который Павел. Мартына звал он Валентин, а Павел просто Павел. Также я люблю почитать хорошую книгу, в связи с чем этот выпуск будет слегка литературным. Опять не так. Жила семья Григорий с Антониной. Его звала она Мудак, а он её Блединой. Так совпало, что этой весной отмечают сразу два крупных юбилея. Это 100-летие со дня рождения украинского писателя Олеся Гончара и 150-летие со дня рождения русского писателя. И вот добрался наконец. Жил Шаня. Был он психом. Он называл себя поэт. Негромко. Очень тихо. Лаис Гончар родился в лох, да хватит пилейка. Готов помогать я Анголе. И в Сирию дайте мне БТР. Верните, кричу я от боли. Верните мне СССР. Джастин Бибер. Американский артист. Ему бы в наше время даже заслуженного артиста Корякского автономного округа не дали бы. Верните портвейн мне тот самый, залитый еще сургучом. Божественная эта отрава, ее не забыть ни почем. Верните в глаза мне искристость всем бабам чулки с сапоги. И водку верните пять тридцать, чтоб цену поднять не моги. Верните спидолу транзистор, чтоб слушал я голос врагов, чтоб съел я из хлеба котлету и морду утер обшлагом. Верните мне то состояние, когда похую мне мороз, по телеку как заклинание, рабочая вахта, покос. Чтоб космос, чтоб люди в халатах, хоккей, чтоб балет и кино. И Ленин на красных плакатах, чтоб нес на субботник бревно. Отторгну я новое время, напористо рабский кураж, безликое хамское племя, покорности скрытый мандраж. Засну, провалюсь в наважденье, увижу загадочный сон, хоронят кого-то. А, Брежнев, поет кто-то песню «Кобзон». Тогда в Самбук их пили ночью под одеялом, тогда не знали мы драм-н-бас, и в клубах не было мажоров. Один гламурный был клуб у нас, ДК-завода огнеупоров, это были лучшие года. От Советского информбюро послушайте важные сообщения. Всем чеченам, москарям и прочей пиздоте собраться не дали, как завтра утром на Красной площади возле Кремля. Пьяные солдаты вышли из обстрела. Было все ужасно, было все несмело. Выстрелы и танки, падают снаряды, не нужны им право звания награды. Все бежали молча. Так бегут индейцы. Красные погоны, ленточки-гвардейцы. Кто-то оступился и упал в канаву, кто-то матюкнулся, кто-то вспомнил маму. Вот и все. Добрались лес, иголки ели, птицы с изумлением с высоты глядели. Вот оно, то чувство счастья и покоя. Встали все солдаты, помочились стоя. А потом, обнявшись, спели про платочек. Тот, что с плеч любимой падал, между прочим. Он наиболее силен. Ну, кстати, прекрасен у него и амфибрахий. Сравнительно мало дактиля. Почему двусложные размеры сменяются трехсложными? На самом деле, не так-то это просто. Но если вдуматься, мне кажется, что переход к этим размерам, он знаменует не просто большую сложность, большее богатство поэтической палитры, а как бы... Зачем вы, товарищ, тут с эти, спросила старушка меня. Ну, а что ей ответить? Простите. Ну, что тут ответишь, друзья? Я пиво тут пил, недалече, и шепотом. Шлап ты в пизду. Простите, мадам, извините. Сейчас непременно уйду. Бабуля, сурово нахмурясь, так молвила пальцем, грозя. Ну, ладно, бог с вами, идите. Ссать в урны, товарищ, нельзя. Вот такое достаточно наивное, достаточно, может быть, идиотское объяснение того, что трехстопный размер начинает главенствовать. Люди просыпаются ночами, трогают друг другу углубления. И поэты с дряблыми плечами пишут про любовь стихотворения. Ночью отпускает раздражение у людей, собак и насекомых. Совы занимаются любовью, низкими инстинктами влекомы. Громче всех не спят ночами шлюхи. И еще не спят милиционеры. Те, что проститутки, благосклонны. Те, что при погонах, слишком нервны. В Омске разыскивается мужчина, подозреваемый в тяжком преступлении. По версии следствия, неизвестный демонстрирует гениталии прохожим, в том числе несовершеннолетним. Жертвой анониста стала школьница, которая днем возвращалась домой. Подробнее об этом наши корреспонденты. Люди возвращаются с работы, возбуждаясь в транспорте от трения. Это от того, что нет смысла. От того, что нет настроения. Да, еще вдобавок мало денег. Мало, чтобы купить и удивиться. Нет романтического зелья. Хочется пойти и удавиться. Вот идет рабочий. Он женат, и сразу видно, скованы движения. У него двухкомнатная хата, но при этом шатко положение. Одна демонический, бы иронический, злобно-отрицательный демон. Вторая – несчастный ребенок, затерянный в страшном мире. Третья лирическая маска, третья лирическая ипостась. Поэт чистой музыки, служитель гармонии, для которого мир никакой ценности не имеет. Вот он дома. Тапки надевает, тупо перед теликом садится, ставит табуретку пред диваном. Там еда, он ею насладится. А его жена, она на кухне, проклинает городские власти. У нее огромная фигура, хобби, мастурбация и сласти. Нету масла, говорит супруга. Ебаная жизнь, им мало денег. Роится в потрепанном халате и находит несколько копеек. Скажете вы, чушь, такого нету. Люди наши счастливы и сыты, женщины ухоженные и трезвы, морды у мужчин всегда побриты. Такой любовной лирики вообще в русской литературе не было и бог даст, не будет. Да, конечно, разное бывает. Только это частности. А в общем, как бы все достаточно опрядно. Только отчего тогда мы ропщим? Ропщим и роптали мы все время. Были недовольны коммунизмом. Кто-то недоволен пробуждением. Кто-то недоволен ревматизмом. А вот я, так всем я недоволен. Подавайте мне чистую посуду. Подавайте мне злую проститутку. Чтоб предался я с ней блуду. Я говорила с папой. Я сказала, так все, что Ксюша горела с папой. У меня и мои родители знают про эти фотографии. Мне уже, блядь, я уже настолько зашкваренная. Мне уже настолько хватило. Да, я была шлюха, блядь. У меня в мои 17 лет было 5 парней, с которыми я ебалась. 5 ебаных парней. Я ебалась, блядь. Я поебалась с разбоем, ебать. Ты с разбоем ебалась? Он мне просто наплел всякой хуйни на уши, блядь. Я с ним поебалась. Я к нему сама, блядь, в эти люберцы ебаные приехала, блядь, и поебалась с ним. Все, вы довольны? Я все, блядь. У меня, сука, я дура, наивная, тупая шлюха. Все. Блузка отвратительно воняла. Руки пахли кремом или мылом. Сердце неожиданно заныло. В ресторане грязном и унылом. Мы сидели молча, глядя в угол. Но об чем базарить в самом деле? Ты простая труженица в теле. Я поэт и всего лишь еле-еле. Выпили по стопке, закусили. Я вообразил тебя вдруг голой. Еле не омаров, еле чипсы. Запивали водку кока-колой. Ты сказала, хочется пописать. Я сказал, наплюйте черту в уши. Хочется. Так что же вы сидите? Просто отвратительно вас слушать. Тихое, дурное настроение. Музыка звучит, то умолкает. Шли вы между столиков, как фея. Нет, поэт не хочет. Он алкает. Ребята, время 7 часов. И в честь свободы интернета, в честь свободы слова, запускаю самолет. Вперед, самолетик. Вперед, телеграм. Максим Козлов был дворник. Но радости свои скрывал, и лишь во вторник был мил в кругу семьи. В другие дни недели Максим Козлов был зол. До ночи пил он водку, а утром пил рассол. Хотел он стать артистом, но только вышел шиш. Кулись ему не нюхать и не лапзать. Актрис в гримёрке он не будет пить подостывший грог. И не поедет с трупой с гастролью в Таганрог. И никогда не сыщет в афише крупных слов курсивом. В главной роли артист Максим Козлов. Протяжные недельки метёт метла деньки. Во рту не карамельки, осколки и пеньки. Что такое лирический герой? Лирический герой – это протагонист стихотворения, который может быть приближен к авторскому «я», но никогда его полностью не отражает. Близко тоже. Но на самом деле лирический герой – это литературная маска автора, литературная позиция автора, выбранная им в конкретный момент. Маленький, страшно энергичный, подвижный, блондин, отвратительный, отталкивающий лицо, страшная физическая сила, суетливость, быстрота в движениях, дикая раздражительность и страшная порочность. Он сексуально одержит. Дом-музей Олеся Гончара в селе Сухое Кобыляцкого района на Полтавщине был обустроен в небольшой хате. Построили ее в 1892 году Гаврил и его синие гончары. Эй, пап, пойдем, надо. Все, можете уходить отсюда. Я метру возьму. Еще раз извините, пожалуйста. Это просто... Иди нахуй! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok